Субтитры делал DimaTorzok Добрый день, Анатолий Эдуардович Добрый день Я получаю много писем от наших партнеров, которые задают вопросы Основные я сформулировал как-то и хотел бы сегодня вам задать Ну, во-первых, очень многие люди интересуются, почему вы, по крайней мере, им так кажется Реже начали давать нам интервью и уделять свое внимание Как службе новостей, так, соответственно, и нашим партнерам, для которых мы и работаем Ну, мне кажется, не меньше, я ведь не шоумен и не должен каждый вечер устраивать там или день шоу Работы много, и я осуточен сейчас на другой работе, а не тем, чтобы давать какую-то информацию о нашей работе Кажется людям, что, в принципе, новости, помимо того, что вы реже появляетесь, кажется людям, что новостей стало меньше Так ли это? Нет, новостей меньше не стало, просто некоторые новости идут в закрытом формате Потому что не о всем можно говорить Все ждут новостей, допустим, об адресных проектах, а как раз эта тема на данном этапе закрыта Поэтому мы, например, по адресным проектам будем давать информационные страдания, когда будут подписаны контракты, договоры Когда уже ничего изменить никто не сможет Спасибо большое, но можете ли вы хотя бы намекнуть на то, что происходит, в каких сферах, в каких направлениях, областях? Ну, в соответствии с планами работы У нас 15 этапов, мы их выполняем И вообще этапы — это вектор направления движения И там есть две составляющие в закрытии этапов Это выполнение определенных работ и финансирование, ну и время Если один из факторов как бы исполняется, то этап закрывается Так вот, да, по этим этапам многие работы мы должны бы закончить в этом году Но есть форс-мажоры, мы не можем все предусмотреть И, например, та же Литва отбросила нас года на полтора, если не на два года Заблокировали счета, отняли деньги все, имущество И попытались создать имидж, что я русский шпион В 2014 году Анатолий Юницкий создал несколько компаний в Литве Которые должны были заниматься строительством тестового полигона Skyway На арендованном земельном участке в свободной экономической зоне Шауляй После серии негативных публикаций в местных средствах массовой информации Прокуратура Литвы инициировала в отношении компании Анатолия Юницкого Проверку по подозрению в осуществлении незаконной финансовой деятельности Вследствие этого автор и разработчик Skyway вынужден был осуществить Релокацию проекта в Республику Беларусь Где в апреле 2015 года в городе Марьиногорка Минской области Началось строительство испытательно-демонстрационного центра струнного транспорта В июне 2017 года расследование Литовской прокуратуры было прекращено В связи с отсутствием доказательств по выдвинутому обвинению На сегодняшний день генеральный конструктор Skyway так и не получил официальных извинений со стороны литовских властей И представьте, я два с небольшим года назад приехал в Беларусь, а фактически был один в поле И за два года с небольшим, посмотрите, что мы сделали Постойно три тестовых участка Разгонный участок высокоскоростной, это и городская трасса, где струнная ферма Это два типа трассы городской, легкая и провисающая И уже заканчивается строительство грузовой трассы Кстати, например, легкой системы городской не было в планах, а мы ее построили У нас не было в планах юнибайка, а мы его изготовили Сейчас он не в экотехнопарке, он едет, кораблем плывет в Эмираты, потому что он будет выставлен на выставке в Дубае в апреле месяце Мы спроектировали и изготовили юникар 18-м местный, это не было в планах Мы спроектировали, изготовили и будем в этом году сертифицировать юнибус берельсовый, который едет по двум рельсам 48-м местный Из него можно составить поезда и взять любую вместимость Этого тоже не было в планах У нас есть уже в собственности производство, чего не было в планах Мы его купили Оборудовались самым современным оборудованием Дорогим доставящим, дорогостоящим Тот же лазер, промышленное стоило где-то 500 тысяч долларов Я надеюсь, это было в планах? Нет, в планах тоже нет Там не было производства как такого, там была демонстрация и изготовление И имелось ввиду сторонними силами Но когда мы начали работать, то оказалось, что если мы отдаем кому-то, партнерам на подряд То сроки затягиваются, получается дороже, качество низкое И в целях повышения эффективности было решено С собственными силами это делать И оказалось, мы сделали это за меньшие деньги В более сжатые сроки И более качественно Мы организовали производство мотор-колес Мы сами делаем электродвигатели Этого тоже не было в планах У нас в собственности уже этот офис Четверхэтажное здание Где размещено более 300 человек Где-то 350 Это часть нашей компании Потому что еще одна часть находится в торговом центре Титан, где мы раньше находились Там тоже этаж куплен нами в собственности Этого тоже не было в планах Потому что зачем платить арендную плату годами Когда можно иметь собственное помещение Если появится необходимость Можно продать и вернуть деньги Это же более грамотно, да? Мы спроектировали грузовую систему Для перевозки контейнеров И Unicont Этого тоже не было в планах То есть эти 15 этапов не догма А руководство к действию? Это вектор Это вектор, да Но предваряя ваш вопрос Наверное у вас там есть вопрос А где высокоскоростная Есть Есть, да? Многие задают такой вопрос Многие задают вопросы И там тоже есть объективные причины Почему мы не приступили к строительству Этого комплекса высокоскоростного Хотя вся проектная часть сделана Мы спроектировали высокоскоростной Univus Который зовет скорость 500 км в час Мы его изготавливаем уже Он в производство И мы его повезем Покажем на выставке Инотранс В 2018 в Берлине Я думаю Это будет изюминка экспозиции Вообще Ну как были Unibike и Unibus Два года назад Да Ну высокоскоростной Где 500 км в час Ну я не знаю Кто-нибудь демонстрировал На Инотрансе Такие машины Думаю нет Я тоже думаю что нет Мы спроектировали Мы спроектировали Саму Дорогу Эстакаду Со всей инфраструктурой Вся проектная организация сделана Ну а когда Мы стали Отводить землю То не то что возникли там проблемы Затянулся отвод земли под Вот Тестовый участок Скоростной И Такие Банальные причины Тут я даже Писал письмо Президенту Просил Помочь Ускорить Отвод земли И администрация Президента Ответила что они Не будут беспокоить Президента По пустякам И наши аргументы О том что это нужно Беларуси Очень неубедительны А по пустякам Ответили что Птичек жалко И Будет видимо Не видимо Много Ну много выбранных Деревьев Ценных пород Хотя там идет по болоту Вдоль федеральной трассы Ну ясно что это Надуманные причины Мы работу как бы Не бросили Но ходить годами По кабинетам Это Так что выхода нет? Нет Мы продолжаем эту работу Но Не делаем ставку Вот на что Что надо Постой здесь А работаем в других странах И У нас есть несколько Альтернативных вариантов Они сейчас в работе И через где-то Полтора-два месяца Я уже Сообщу результаты Прекрасно Обрадовали Так что нет Нет Все И там очень быстро Мы построим Представляете Мы хотели строить там Где половина трассы Это болото Представляете как тяжело В болоте строить Да Как тяжело Лес рубить ценных породов У нас Экотехнопарк Практически на болоте И так далее И так далее А можно построить в стране Где птичек нет Деревень надо рубить И болот нет И охранять не надо И оказывается Зимы нет Где сильные морозы И строить И легче И дешевле будет И проще И быстрее Спасибо большое Кстати насчет стройки Очень многие спрашивают Прочитав все наши Вот эти разрешения Вот Экотехнопарка Объекты И так далее А почему стройку Самовольно начали А кто сказал Что самовольно Там где-то написано Что Нет Так это самострой Это не значит Что самовольно Дело в том Что если бы мы подходили Традиционно То мы до сих пор Согласовали Ничего бы не было Там был бы Бурьян и Яна Танковый полигон Поэтому это было Согласовано с местными властями Что для ускорения работ Мы как бы Запараллели вам Вопросы Согласований Утверждения И строительства Проходя Естественно Все экспертизы Поэтому Это не совсем так Это надо было так записать В документах Потому что это Ну Согласно мотивам Так Да А на самом деле Мы самовольно Ничего не строили Все что было По графику И мы Все это согласовали Спасибо большое И так было проще Ввести в строительство Вот таким вот образом А мы уже несколько объектов То есть Фактически Экотехнопарк Там несколько объектов Мы уже ввели в строй И получили соответствующие документы Спасибо большое Вы уже упоминали Адресные проекты Сказали Что эта тема закрытая Поэтому не буду задавать вам Этого вопроса Но Тем не менее Что происходит в экотехнопарке В общем-то Это демонстрационный центр Поэтому никаких секретов там нет В связи с тем Что он уже введен в действие Объекты приняты И так далее Наверняка Грядущий экофест Затмет все предыдущие Расскажите Что же там будет Да Но я не могу все сказать Там некая интрига Должна быть Но мы покажем то Что Многое Чего опять же не было в планах На это не было финансирование Кстати Поэтому мы еще раз повторяю Делаем больше Чем планировалось За меньше деньги И быстрее Чем планировалось И поэтому Много будет показано Что опять же не планировалось На это не было денег Но мы это тем не менее Делаем Ну Во-первых Мы еще покажем Один тип Дороги Она будет Супер легкая И будет дешевле Даже того Что мы показываем Наших Легкой Путевой структуры В разы То есть она По эффективности будет Такая же А по стоимостью будет В разы дешевле Мы это покажем Мы покажем Еще Два типа Систем Транспортных В самой крупной В мире Дрон Такого Дрон нет Нигде Ни в Штатах Ни в Германии Ни в Японии Ни в Штатах Ни в Германии Ни в Японии Нигде А что К каждой опоре Надо прокладывать Дорогу Чтобы Слазить Или опору поставить Поэтому Нужен Дрон Дрон Который бы возил Грузы Элементы Опор Путевой структуры Весом порядка тонн Для строительства Для строительства А как же реку пересечь А как в горах строить Это необходимо Ведь если Традиционный вертолет Арендовать То это будет Миллионы долларов в год Так И все равно Это будет зависеть от кого-то А здесь собственно Техника может строить Да Поэтому покажем этот дрон Летом на Экофесте? Да Вау Ну катать естественно не будем Это же дрон Он грузовой Ну покажем как он взлетит С грузом Тома Покажем Да Мы сможем катать На нашем подвижном составе Наших инвесторов Наконец-то Наконец-то Да Мы Покажем Собственный Электромобиль Которого нет в мире подобного Он социальный Он в первую очередь Предназначен для Людей с ограниченными возможностями Для колясочников И таких трамобилей нет Когда водитель Может сидеть в коляске Инвалидной И управлять Автомобиль Не слезая с коляски Помню о том, что У нас много Инвесторов С ограниченными возможностями Я обещал В свое время помочь Я помню В свое обещание Спасибо большое Анатолий Эдуардович Очень интересная Сегодня получилась беседа Я Подводя Итог Нашему разговору Хочу Лишь пожелать Вам Воплотить Ваши благородные Цели В жизни Мы создаем Самый крупный бизнес За всю историю цивилизации То Что сделали вместе Степенсонд Форд И Боинг Принципиально Новая транспортная отрасль нужна Всем Человечеству Каждой стране Каждому городу Каждой семье И каждому человеку На разработку транспортной инновации Rail Skyway Потребилось 36 лет И более 7 миллиардов рублей Чтобы начать продавать эту технологию Необходимо построить тестовые участки На которых она будет сертифицирована И показана заказчикам со всего мира Для этого нам необходимо В ближайшие 3 года Инвестировать средства С измеримыми С уже вложенными После этого мы обгоним всех и навсегда Мировой транспортной ниши Емкость которой превышает бюджет России В несколько раз И займем не менее 50% этого рынка Подобное уже удавалось в истории Например, Боинг Империи рушатся Распался Советский Союз Но его инфраструктура В первую очередь транспортная Осталась Как живет и работает Транссибирская магистраль Построена век назад Пройдя через революцию Гражданскую и мировые войны Построенные постурным технологиям Небесной дороги Skyway Также будут работать На благо людям столетия Гнася доход тем, кто рискнул И пришел в свое время Инвесторам в эту инновационную технологию По сертификации Проект придет из разряда инновации В разряд инвестиционный проект Далее технология придет В адресные транспортные проекты Реализованные на всех континентах планеты И километрами или метрами этих дорог В зависимости от объема вложений в технологию Будет владеть каждый конкретный инвестор А его инфраструктурная собственность И дивиденды от нее Перейдут затем по наследству потомков Недорогие, безопасные Эффективно дороги Необходимы не чиновникам и государству А простым людям Тем, кто и платит за проезд По этим дорогам из своего кошелька Кошелька как пользователя, так и налогоплательщика То есть это нужно только нам с вами Поэтому и начато народное акционирование инноваций По британскому праву На выгодных для инвестора условиях Акции нашей компании Будут переформляться на новых инвесторов С большим дисконтом То, что через несколько лет Будет стоить миллионы Сегодня можно приобрести за несколько тысяч рублей Начнем вместе строить наше достойное будущее Комфортное, безопасное, экологически чистое С высоким уровнем жизни Будущее, которое не стыдно Будет передать по наследству детям и внукам Так, друзья, как видно, как слышно Дайте обратную связь В перископе все нормально Спартак приветствую Красноярска Юрий Уже всех по именам и скоро по этим никам буду знать Так, видно, слышно хорошо, да? Ну что, друзья, сегодня 28 марта, среда Поэтому традиционный наш технико-экономический вебинар Единственное, что второй раз подряд я буду вести без Алексея Вот, я думаю, что мы ему это простим Отсутствие сегодня на вебинаре Он сам на следующий раз обязательно будет принимать участие И сейчас просто у нас, друзья, очень такой важный этап Именно в развитии, как мы говорили, блокчейн направления В направлении токенизации Что у нас на этой неделе, как мы обещали, запуск идет сайта Вот, перевод его на основные языки И Алексей сейчас просто с головой в этом процессе И на следующей неделе мы дадим уже и ссылки В чатах вы увидите Будут ссылки на сайт И, в общем-то, блокчейн направления начнет жить Дальше мы готовим, как мы уже говорили, обучение Мы покажем синхронизацию, что будет происходить Но это все, друзья, позже Давайте, конечно, начнем наш вебинар Тут уже и в чатах писали Во-первых, извиняюсь, друзья, за небольшую задержку Я буквально только несколько минут назад вскочил с гаража в кабинет свой Запустился, поэтому я был на встрече Поэтому, скажем так, чуть-чуть Когда вдвоем ведем с Алексеем, мы можем друг друга перестраховать А когда один, то, конечно, очень жесткие условия какие-то такие И начнем, конечно, мы с минуты молчания, как раньше принято говорить Потому что то, что произошло в Кемерово в воскресенье в торговом центре «Зимняя вишня» Это, конечно, большая трагедия И я прошу всех, кто мало-мальски относится к этому серьезно Для этого почтить память И это действительно большая-большая трагедия И для Кемерова, и для всей Кемеровской области, и для всей страны Вместе с тем, что когда в мирное время гибнет такое количество, а тем более количество детей Это страшная трагедия И для меня это не посторонняя вещь Потому что я знал некоторых родителей, которые теряли там детей То, что я сам с Кемеровской области, с Новокузнецкой Я знал владельца тем, кто владеет И тех, кто занят этим бизнесом Так что эта трагедия отчасти как бы так меня коснулась И поэтому я когда видел и как губернатор Тулеев общался с президентом Это тоже для меня Потому что я какое-то время назад работал под началом Аман Гумировича Тулеева в довольно-таки высоком ранге в Кемеровской области Поэтому для меня это, конечно, и как личная Как бы такая вещь, личная трагедия Поэтому, друзья, давайте еще раз желаем мужества тем, кто в этой трагедии Потерял родных, близких, друзей И к чести сказано, что и губернатор выступил очень достойно И повел себя... Ну, Аман Гумирович, он всегда очень, скажем так, сильный человек И он во многих трагедиях, когда они происходили, лично принимал участие Либо с шахтерами, которые были в шахтах там на производстве Ну и здесь, конечно, в этой трагедии он тоже не остался в стороне И президент страны Путин тоже Это очень, на мой взгляд, правильный шаг Что он прилетел в Кемерово, поддержал людей Высказал свое отношение, даже своим присутствием Что это очень такое важное событие И он не может его просто так оставить и не прокомментировать Поэтому это, друзья, тоже... Такое то, что траур объявлен Сначала был только в Кемеровской области Потом присоединился Екатеринбург Мэр Екатеринбурга объявил траур Ну, а потом уже вся страна Поэтому, конечно, и тут много разговоров Там правильно, неправильно, сколько погибших Это, друзья, такая сейчас уже несущественно Какая разница, сколько И так 64 человека, которых объявили Это огромное количество людей Это фактически войсковой батальон в мирное время Из которых большинство, конечно, детей Это выводы будут сделаны Но это, друзья, как раз уже для служб Для разбирательства Конечно, как показывает практика Всегда чья-то трагедия Или такого плана трагедия Это всегда чья-то недоработка Это всегда чья-то халатность И в этот раз выяснится, что Противопожарной безопасностью пренебрегали Что выходы все закрыты Что никто к этому не готовился Вот Может быть, выяснится, что это И умышленные действия Потому что тоже, друзья, меня просто поражает Честно могу сказать Что на такой трагедии Что сейчас идет Политическая Такой спектакль Высылка Российских дипломатов Из 30 стран мира И один из аргументов Который приводит Госдеп США По высылке Это трагедия В Кемеровской области Я, честно говоря, вчера Когда услышал Пресс-релиз Я не поверил своим глазам То есть, какая связь между Трагедией, которая Произошла в Кемерово И уже буквально Через несколько дней Высылка Дипломатов С аргументацией Что это в том числе И связано с событиями В Кемерово Поэтому, друзья, можно Констатировать, что Настолько Игра идет Большая Настолько Что даже такие вещи И нисколько Нельзя исключать Я, допустим У меня нет никаких аргументов Никаких Актов на это Надо говорить Что Это Запущено специально В нужное время И такая трагедия Готовилась К определенными Спецслужбами Я это не могу Сейчас Исключить Потому что Как это разыгрывается И как это все Используется Возникает вопрос Если бы этого не произошло То это надо было придумать Поэтому Вот это уже Когда на чужом горе Делают вот такие Большие-большие игры Но это, друзья В политике К сожалению Встречается не раз и не два Вы помните Когда была большая трагедия Когда сбили Малазийский Боинг На территории Украины Тоже как это разыграли В политическом спектакле Погибло там 300 человек А до сих пор Какие-то Голословные обвинения В одну и в другую сторону Нет никаких доказательств Но игра На этом уровне Именно вот На такой крови Она делается Поэтому, друзья Это Грязная политика Это грязные вещи И давайте Ну как бы Наши отношения Именно как проект Скайвей Нас как команды Мы можем Относиться Что мы вне политики Мы вне такой игры Для нас самое главное Это Строй Скайвей Спасай планету И мы Делаем Дело, которое Необходимо Мы делаем То, что сегодня нужно Каждому человеку На земле То есть мы Улучшаем экологию То есть то, что не будет Сжигаться Миллиарды тонн нефтепродуктов Мы делаем движение Безопасным Когда не будут Гибнут Миллионы людей На По всей планете Потому что представьте Здесь трагедия 64 человека И какая это трагедия А вы представьте Что во всем мире На автомобилях В год Гибнет более Миллиона человек Вы можете представить Это Такой город Как я не знаю Новосибирск Или Красноярск Целиком погибает Под колесами Автомобилей И порядка Десяти Двенадцати миллионов Становятся инвалидами Это страшные цифры Друзья Страшные И с этим надо Бороться И бороться Именно Целенаправленно Бороться Интеллектуально Бороться Технологически Чем мы Для себя И поставили Проектом И автор проекта Инженер Юницкий Который разработал Технологическую Платформу Именно Инновационную Транспортную Платформу Которая Уходит От этих Проблем Поэтому Мы сегодня Можем Констатировать Что Таких Трагедий Как Произошли В Кемерово А это Друзья Как ни крути Это Техногенная Катастрофа Которая Обусловлена Технология Технология Спасения Технология Оповещения И так далее Так вот Нарушение Этих технологий Они как раз Приводят К жертвам В транспорте Чем мы с вами Занимаемся Это Технология Движения Технология Безопасности То что Сегодня Делает Цивилизация И Технологический Процесс И мы Поставили Своей целью Юницкий в этом плане Создал целое научное Инженерное направление Которое Меняет И Сегодня Подходим К тому Что Мы Переходим От Декларации Очень многих Научных Правильных Нужных Постребованных Вещей Но Но Мы Все-таки Инновационная Научно-технологическая Научно-инженерная Компания Концерн Который Сегодня Уже реализует Научные Разработки Поэтому К сожалению С таким Началом Но мы Дальше будем Продолжать Говорить о Проекте Скайвей Дальше будем Говорить о Перспективах его Развития О том что Мы сделали О том что нам Предстоит сделать И о том что Все вместе Мы ставим Какие цели И Задачи Которые мы решаем Так Я буду Отчасти друзья Еще ставить Мне очень много Сейчас задают вопросов И я как раз Буду Сегодняшнее выступление Как раз Сегодняшний наш Вебинар Действует Буду Ставить В рамках Вопросов И ответов основных Мы сегодня Первый вопрос Который у меня сейчас В перископе Почему я сегодня Не в костюме А в какой-то странной майке Ну значит я не знаю Насколько В перископе точно вижу А насколько видно В нашей комнате Видите друзья Это Майка которую я привез С Праги С конференции Которую Там Распространяет Ну и Предлагает всем участникам Это Адриан И Нина Наши старые друзья И Активные партнеры Они Как всегда В этом раз В Праге занимались Организация Была очень хорошая Организация И у меня на майке написано Что вашу энергию в движении То есть Это Я специально сегодня Одел Этот лозунг Это потому что То что друзья Мы сегодня Осуществляем движение Это благодаря Именно благодаря Нашей энергии И Сейчас На том этапе Очень важном этапе Для компании То есть у нас идет Смена Очередная смена Перехода этапа С 10 на 11 И в 23.59 12 апреля В день космонавтики И Это И в день окончания Работы Международной Выставки В Дубае Где будет Принято И подписано Очень Ну серьезные Скажем так Концептуальные Документы Для развития Скайвея То мы Как раз будем Переходить на 11 этап Для тех кто знает Я просто еще раз повторю Что Смена этапа Для нас Это очередной важный этап Это прежде всего Отчет О выполненной работе О том что Завершены все Находящиеся Цели и задачи Которые ставились на Десятый этап И сегодня Ставятся цели и задачи На Одиннадцатый То есть то что будет Сделано И Сначала Задекларировано А потом Реализовано уже На Одиннадцатом этапе Всегда Это Сопровождается Снижением Венчурных Премий Которые Мы называем Дискаунты По Полученным долям То есть Завнесенные Инвестиции Это тоже Как Определенный этап Потому что Риски с каждым Этапом Они снижаются Именно Технологические Риски Мы тоже Не Перестаем Повторять Сегодня Венчурный проект В основном Из-за Технологической Составляющей То есть О чем Говорит Инженер Юницкий О чем Говорит Вся его Инженерная школа Должно быть Должно быть Продемонстрировано Исходя из этого Будут приниматься Решения Технология Заслуживает Внимания Для инвесторов Или нет Сегодня На ранней стадии Входят Особенно Те, кто вошли В 2014-2015 году Это в основном Не в основном А это Венчурные Инвесторы Это те, кто Принимают решения Исходя из рисков Которые Компенсируются У кого Интуицией У кого Знаниями У кого Просто Желанием Инвестировать Во что-то новое Потому что Объем инвестиций Для каждого инвестора Они довольно-таки Небольшие Были Какое-то время Сегодня У нас приходят Все более и более Крупные инвесторы И, соответственно Это уже становится Действительно Для многих Очень профессиональным Серьезным Бизнесом И по мере того Как мы начали Демонстрировать То есть На инотрансе 21 Ну там 21 23 Сентября 2016 Года Были подемонстрированы Первые машины Именно Подвижной состав Skyway Это наш любимый Юнибайк Здесь видите Он у меня сейчас На майке здесь Изображен И Юнибус И, соответственно Было Продекларировано Что В этом же году До конца года Осенью Начнутся Ходовые испытания И 29 Ноября Юнибайк Совершил Первый Свой проезд По путевой структуре Именно Для массового Такого Ну в общем Помните Эти все репортажи Соответственно Начались Ходовые испытания И мы считаем 29 ноября Это как День рождения Именно дата Когда запущена Практическая Демонстрация Skyway Потом Уже в плановом порядке Приступили к испытаниям Юнибуса Потом Путевая структура Была достроена Провисающей Уже гибкой Системой Сейчас она Закольцована На Экофесте В этом году Который будет В августе 2018 года Мы видим уже Кольцевое движение Когда Юнибайк и Юнибус Будут уже бегать По кольцевой структуре Определенные условия Будут Когда можно будет Задать вопросы А можно ли Будет Прокатиться Можно будет Для участников Экофеста Кто на определенных условиях Сможет Принять в этом участие Потом Друзья Мы увидели с вами Следующее Это легкую грузовую систему Для которой целое направление Бизнеса идет сейчас Потом Была введена В строй Эстакада Который является И разгонным участком Для скоростного модуля Юнилета И уже Непосредственно Работающей эстакадой Для Юнибуса В подвешенном В подвесном варианте И для Грузовых Перевозок Сегодня Дальше идет работа По разработке Нового направления Это называется Юниконт То есть То Что будет Перевозить Контейнеры Это тоже целое направление 20 и 40 футовое Это Соответственно Целое Техническое направление И Как вы видели Репортажи Буквально 2 или 3 недели назад Соответственно Тут Вопрос Можно ли прокатиться На летающем дроне Ну друзья Конечно Более глупый вопрос Трудно будет представить Во-первых Грузовой Трон Служит для того Чтобы перевозить грузы И можно ли будет Прокатиться на Грузовом Самое Посмотреть можно будет Как он будет Работать И то Опять я в прошлый раз говорил Что от этого зависит Огромное количество Согласований Потому что Демонстрация Летательных аппаратов При таком стечении Народа Это все-таки Мы в прошлом году Еле-еле получили разрешение Чтобы продемонстрировать В движении Юнибайк и Юнибус А в этом году Чтобы еще и дрон летал Друзья Я с большей долей Вероятности Могу сказать Что при таком стечении Народа То есть Это уже получается Авиашоу А это друзья Настолько усложнит Продвижение Ну Согласование Экофеста Наверное Мы на это пойти не будем Поэтому Все испытания Будут засняты Вы увидите ролики И увидите этих дронов Все шевьем То есть С ними можно будет Сфотографироваться Это сто процентов Можно будет Потрогать его Потрогать его рукой Может быть даже Посидеть рядом с ним Или в нем В его кабине Ну не кабина А грузовой Цех будет Поэтому Но то что В летном качестве Продемонстрировать Дроны друзья Это скорее всего Вряд ли Потому что все таки Это все связано Уже с системой С системой безопасности При таком стечении Народа Когда дрон Который везет Уже почти более тонны Весом Грузом Это уже серьезная машина И здесь как раз Подход должен быть Ну я думаю что Грамотный Теперь друзья Еще раз Это и для Леонида Кто у нас пишет Большой кстати Ему благодарность За работу По боевому листку Поэтому друзья Я всем сейчас рекомендую Всем нашим активным Партнерам Пользуйтесь логикой Боевого листка То есть это наш вебинар Потом весь расположен На тезисы Причем он более широкий Чем просто то Что я говорю Вы заметили наверное Что я не демонстрирую сейчас Ни слайдов Ни роликов Нет потому что Не тратить на это время Просто я обозначаю То что происходит А Леонид потом Вставляет это все В ролики Когда вы читаете Боевой листок То вы можете Нажав на любую ссылку Увидеть все фотографии Которые идут Увидеть все ролики Которые я называю Соответственно Это очень хороший Инструмент И мы Перестали сейчас Еще и вести Вебинары На остальные Языки Мы просто переводим Этот боевой листок И он расходится Ну боевой листок Вы понимаете Это условное название Это краткие тезисы Вебинаров И основных Ответов На основные вопросы Которые Сегодня Встают Вот Поэтому друзья Я хотел бы сегодня Еще Остановиться На одном вопросе Он Конечно На сегодняшний Вебинар Тут у меня Про токены Спрашивают Ну да Давайте тогда Эту тему Закроем Значит Как я уже сказал На следующей неделе Алексей уже сделает Вам экскурсию По сайту Платформы Именно Нашей Скайвеевской платформы Которая готовит Запуску Оцифрованных Токенизированных Адресных Проектов Для этой цели У этой платформы И стоит Сразу могу добавить Что сейчас Уже прорабатывается Вопрос По запуску Размещения На этой платформе Целого ряда Адресных Проектов Естественно С выпуском На это Специализированных Токенов Будут ли совместные Выпускы И акции Под какие-то Программы И здесь Ну Обозначив Несколько вперед Несколько направлений Ну Например Одно из направлений Это скоростное движение И скорее всего Там На это направление Будут выпускаться И токены И акции И все наши Акционеры SkyWay Кто покупает акции Соответственно Может также Получать пакеты токены И наоборот Кто заходит Из интернета И блокчейн сообщества Кто покупает токены Он Соответственно Также может И участвовать В программе Получения долей Подкрепленных Интеллектуальной Собственности Вот это тоже Наше дальнейшее Такое развитие Поэтому Это Перспективное Такое направление Которое будет сейчас Совмещать Именно Третий вопрос Который очень часто Звучит Связанный с Партнерской Программой На платформе блокчейн Здесь сразу могу сказать Что в самой платформе И на блокчейн Не может быть Никакой партнерской Программы Но Мы прорабатываем Уже Именно Директорским составом Скайвей капитала Что мы Скорее всего Предложим Нашим Друзьям Именно Программы Когда можно будет В том или ином виде Партнерскую программу Делать именно Для привлечения инвестиций В блокчейн То есть Дальше Как это будет выглядеть Друзья Мы сейчас Сто процентов Сказать не можем Это отрабатывается Но шаг за шагом Мы эти вопросы Выпускаем И сейчас уже Стоит задача Вот я сегодня Только разговаривал С Анатолием Юницким Он Вернулся в очередной раз Из большой поездки По Юго-Восточной Азии Арабским Эмиратам Был еще на переговорах В одной из Таких серьезных Европейских стран С чиновниками Очень Высокого уровня И он уже Как раз ставит Ну он давно ставил Задача Сегодня уже Стоит вопрос По срокам Чтобы В мае месяце Мы уже Были готовы К первому Размещению Именно уже Специализированных Токенов По адресным проектам На нашей платформе И мы Нашей командой Усиленно К этому идем И думаю Что эту задачу Мы выполним И здесь друзья Как раз Очень важно Сейчас Понимать Тот процесс Который происходит У нас две недели Осталось До смены Дисконта И Остались до конца Буквально считанные дни По Когда возможность Продления Рассрочек Друзья Не упускайте Этот момент Таких возможностей Больше не будет Поэтому Это и объясняйте Своим близким Партнерам и друзьям И тех Кого привлекаете Работать Что друзья Сегодня уникальные Возможности И Они С каждой сменой Этапа Повторяться Не будут Поэтому Используйте Эту возможность Которую вам сегодня Дается Используйте Свои Организационные Возможности Которые у вас есть Сегодня По работе С партнерами И И Строите свой бизнес И помогайте людям Входить в этот проект Потому что это также Крайне-крайне Важные Поэтому сегодня Увязывая Запуск И нового Направления По привлечению Инвестиций И оптимизации Сегодняшней Работы Потому что Инвестиции В акции Skyway Это самое интересное Друзья Мы никогда Не перестанем это говорить Что это самое эффективное И самое перспективное Именно Инвестирование И финансирование Вот все остальное Это инструменты Которые в той или иной мере Сегодня запускаются И работают И Как раз Юницкий Как раз Вернувшись Из Очередной поездки Могу сказать Что как мы и ожидали Что после выставки В Дубае То есть После 12 апреля Наверное Реально 12 апреля Когда будет И смена этапа И комментарии То мы услышим Очень много Скажем так Очень серьезной уже Информации По развитию проекта И на Ближнем Востоке И В Республике Беларусь Вот Кстати Вот мне тут задают Вопрос Что из Беларуси Уходим И скоростная дорога Теперь будет строиться Не в Беларуси Здесь друзья Могу кого-то разочаровать Могу Кого-то обрадовать Что ни в коем случае Из Беларуси Никто никуда не уходит Что работа По выделению земли Идет самым активным образом Власти Минской области Демонстрирует Самую большую Ну такую Заинтересованность В работе Буквально На этой неделе Заместитель Анатолий Дуарович Минского Генерального директора Был в администрации Области Где как раз Согласовываются все документы По выделению земли И я думаю Что Прямо в ближайшие Самые ближайшие дни Мы услышим новости О том Что земля под скоростной Участок 25 километров Выделено И все это Потому что сегодня Этот вопрос уже Остался считанными Более того Я могу сказать Что интервью Юницкого Которого было На позапрошлой неделе Его очень внимательно Я думаю Смотрели и наши партнеры И наши И некоторым Было воспринято Что Скайвей готовится Уходить из Беларуси Хотя Юницкий сказал Что Мы ни в коем случае Не хотим уходить Просто Мы не можем Бесконечно биться лбом А эту чиновничью стену Которая Непробиваемая И мы лучше пойдем туда Куда нас зовут Где дают Благоприятные условия Я думаю что Определенные чиновники Услышали Это в свой адрес Определенные вещи И когда Представитель Встречался Именно Зао струнные технологии Замглава администрации области То было как раз Произвестно Такое что Ни в коем случае Вы не поймите Что мы затягиваем Делаем Просто есть Формальные Условия Которые сегодня Выполняются И Мы Наоборот Только За то Чтобы Скайвейр Развивался В Беларуси Поэтому Друзья Я могу сказать Что Всех Кто Пытается сейчас Это выдать Или Нет друзья Не дождетесь В Беларуси Будет Проект развиваться Скоростная трасса Будет Строиться И наоборот Сегодня Диверсификация Как уже говорил Юницкий Что сейчас Рассматривается Как минимум Три варианта По скоростной трассе И я нисколько Не исключаю Что скоростная Дорога может строиться Даже не в одном месте А в двух Или более Одновременно Это тоже Друзья Наша безопасность Безопасность От произвола Чиновников О том что завтра Я не знаю там Ну условно говорю Я ничего не хочу Плохого сказать Про допустим Министра транспорта Беларуси Хотя он всем своим видом Всем своим движением Показывает что он Не одобряет Скайвей Но Если завтра ему придет Какая-то мысль По каким-то причинам Сокрыт проект И при то Останутся Другие направления Которые будут Развиваться в других странах Надеюсь что Все таки Профессионалы Надеюсь что Именно специалисты В области Развития транспорта Никогда Таких решений Особенно глупых И необдуманных Принимать не будут У нас уже есть Пример Правительство Литвы Когда они Своими Ну я бы сказал Просто варварскими Методами Заставили уйти Скайвей И лично Юницкого Из Литвы В Белоруссию И сегодня Я думаю что Очень многие Пожалели о том Что это произошло И сегодня Кроме нас конечно Потому что все что Произошло Это пошло на плюс Развитие И ускорение развития Проекта Скайвей Все сделали Очень хорошие И правильные выводы И соответственно Это был очень хороший урок По построению По строению Дальнейшей безопасности И интеллектуальной Собственности Самого бизнеса И по развитию И по отстраиванию Именно концепции Развития проекта Скайвей Что сегодня И демонстрируется И показывается Работа Еще прям буквально В ближайшее время Будут очень интересные Новости По контактам Юницкого С высокого уровня Чиновникам Ряда европейских стран Поэтому это тоже Друзья процесс идет Постоянный И как вы уже наверное Привыкли И заметили Что я никогда Не буду теперь Произносить Конкретные Даты Страны Потому что это всегда Интерпретируется Доброжелательными Или откровенными Нашими Врагами В той или иной мере Так как им нужно Поэтому Вся информация Которая будет идти Она будет идти От Юницкого Как вот в прошлый А мы будем С Алексеем Ну и всем нашим Директорским составом Skyway Capital Будем показывать Комментировать Дополнять Именно с точки зрения Понимания Того что происходит И в этом плане Друзья как раз Вот я про Белоруссию Вам как бы сказал Потому что очень много Пошло слухов о том Что уходим Что чиновники Давят Да нет друзья Это может быть у кого то Есть такие желания Но ничего такого не происходит То что Это бюрократическая машина И действительно Она очень неповоротливая И надо каждый раз Все это толкать Это действительно так Друзья Что мы как именно Инновационный Транспортный проект Не можем ждать И ходить Когда кто то созреет У нас вопрос Все идет Очень быстро И так уже По срокам Наши партнеры Друзья Те кто с нами С четырнадцатого года И так уже говорят Друзья Четыре года мы с вами Мы видим что происходит Но хотелось бы уже выходить На какие то дивиденды На какие то доходы Как в других инвестиционных компаниях Здесь друзья Мы изначально говорим Что проект Радикально отличается От всего что происходит Потому что все инвестиции Сто процентов Идут только В развитии Технологии производства И соответственно Мы с вами все На одном ковчеге Который называется Skyway Где Получать Именно Дивиденды От своей Работы От своей Интуиции От того кто вошел На ранней стадии Может только тогда Когда проект Начнет реализовываться И наша задача Как команды И мы уже вам Порассказываем Показываем Мы и так друзья Открыты Больше чем Хотелось бы Или больше чем Необходимо для Именно производственной И инновационной компании Мы говорим о том Что в этом году Мы сделаем все Чтобы реально уже Запустить адресные проекты Они начали реализовываться Для того чтобы Запустить механизм Когда можно будет И кто хочет реализовать Свои ранее приобретенные Обязательства И перейти В другие формы Инструменты Которые сегодня Существуют Мы все это готовим И до Там скажем До экофеста Или сразу после экофеста Такие возможности Будут предоставлены Дальше Что еще друзья Очень важным Моментом Я удивился кстати Что мне задают Особенно Партнеры наши Которые Давно Давно С нами Вот И я посчитал нужным Что надо Остановиться На Именно опять На этом моменте Как бы От основ Скайвэя И я прошу прощения У тех Кто уже давно С нами И соответственно Уже считает себя Профессионалом В Скайвэе Но друзья Я сознательно Я сейчас Остановлюсь На Аспекте Потому что мне пишет Одна дама Которую я знаю уже Более трех лет Которую в проекте И она говорит Что вот я встретилась С профессионалами Транспортными Высокого уровня Они Меня Высмеяли И показали Что Скайвэй Это не Состоятельная Технология И что ничем она Не отличается От Монорельсы И я Чувствовала себя Полной дурой Не знала что ответить Так сказать И когда это Пишут люди Уже Которые более трех лет В проекте То здесь друзья Что говорить Про новичкам Которые сегодня Проводят Проект Ну Презентуют проект И когда сталкиваются С определенного Рода скепсиками Или Недоброжелателями Как они Отвечают И здесь друзья Я как раз Несколько С другого плана Хотел взглянуть И еще раз Процитировать Вводную лекцию Юницкого Которую он всегда Проводит А начать могу друзья С очень Серьезного утверждения Когда вам задают Вопрос Чем вы отличаетесь Ну более глупого Вопроса Не услышишь Потому что когда человек Задает вопрос Чем вы отличаетесь От монорельса Или от транспорта На магнитном подвесе Это говорит о том Что человек просто Не понимает Вопросы Которые занимает Поэтому не обижайтесь На то что он говорит Это не то что не профессионал Это Это даже нельзя сказать Дилетант Потому что дилетант Это то что знает поверхностно А это человек Который не знает Ничего Поэтому относитесь Это как к человеку Который не знает Ничего Так вот Оставим это за скобками Друзья Что бы я хотел Чтобы вы сейчас понимали И вы поймете Зачем я это ставлю Что Есть такое понятие Как идеальный транспорт То есть сегодня Все системы Которые существуют Транспортные Они не идеальны И это очевидно всем То есть здесь можно Много говорить Самолет Авиационный транспорт Который да самый безопасный Хотя мы видели И в Домодедово Недавно упал самолет Вообще в мире Постоянно происходят Катастрофы Это тоже друзья Техногенные катастрофы Которые неизбежны При эксплуатации Так вот Самая главная беда Которую нам дает авиация Это миллионный тонн Который сжигает Каждый самолет За время своей эксплуатации Который он распыляет В стратосфере То что нам выпадает На голову В виде всего этого Химического Дождя Который есть Каждый самолет Убивает экологию так Что если бы мы осознали Вред Который приносит авиация Мы бы давно их все Порезали на металлолом Но У него одно преимущество Он дает скорость И пока мы не можем Сегодня Противопоставить Другие скорости Мы меряемся с этим самолетом Так вот Соответственно друзья Основная проблема самолета Это огромное Количество энергии Которую он сжигает Это больше десяти литров Керосина На одного пассажира На сто километров И соответственно Та экология Которую он нарушает Это Как мы их называем Алексей Примел это название С самого начала Это птеродактиль цивилизации Это птеродактиль Поэтому Это вымерший Уже С моральной точки зрения С технической точки зрения Вид транспорта Но Из-за того Что нет альтернативы Мы с ним меряемся Поэтому говорить Что авиация Идеальна Это глупость Ее терпят только за то Что она дает Высокие скорости Автомобиль Друзья Мы говорили Это с точки зрения Энергетических затрат Это 2-3 литра На одного пассажира На 100 километров Если там едет несколько человек А если один человек То это Минимум 5 литров На 100 километров Это та же экология Которая есть Это земля Которая закатана Под асфальт Юницкий любит Приводить цифру Что сегодня Под дорогами Закатаны Две территории Такие как Англия Под шоссейными Дорогами Но и второе Друзья Самое главное С чего мы начали Это человеческая трагедия Это человеческие жизни Автомобиль Друзья Он носит миллион Жизней В год Миллион Только в России Гибнет порядка 40 тысяч человек Друзья Думайтесь в эту цифру Поэтому Это реально война Которая идет постоянно С машинами С цивилизациями И если кто-то говорил Что роботы Заменят И так далее На прошлой неделе Видели огромная Была реакция На то Когда роботизированная Машина Произошло Это о чем много говорили Произошло В аварию Пострадали люди И встает вопрос Что роботы На дороге Это ни в коем случае Не безопасность Наоборот Это еще более усложнение Ситуации Когда принимает решение Даже не человек А робот На дороге Поэтому Друзья Дальше Как мы говорим Что есть морской транспорт Но он тут подплавает только От портов до портов Есть железнодорожный транспорт Который также обладает своими Вот Поэтому сегодня сказать Что идеального транспорта С точки зрения задач Которые стоят Перед транспортом И которые сегодня Нужны людям Не существует Так вот друзья Возьмите фразу На вооружение Прошу ее записать А Леонид Обязательно ее покажи С ссылкой на Юницкого Скайвей Это идеальный Сегодня транспорт И идеальный Не с теоретической Точки зрения Друзья Мы с вами Не теоретики Юницкий сегодня Не теоретик Изобретатель Который делает Он генеральный конструктор ЗАО Струнные технологии Компании Которая реализует Инженерные наработки Научной школы Которую он создал Именно для реализации Струнных технологий И сегодня Струнные технологии Это реальность Она существует И опять же Существует формула Которую мы сегодня берем И которой мы пользуемся И вам рекомендую Друзья Всем пользоваться В очень такой Ну я бы сказал В жесткой И уверенной форме Как это может позволить Себе Алексей Суходоев Который в декабре Презентуя технологию Для блокчейн сообщества Показал ролики По демонстрации Испытаний Юнибусов Юнибайков Производственную базу Изготовление Юнилета Все что сегодня происходит А потом говорит Друзья Для кого это не аргументировано И недостаточно Прошу покинуть помещение Не будем тратить ваше и наше время Потому что технология существует Мы это за 4 года доказали И показали И мы уже делаем дальше Да сегодня нет скоростной дороги Она будет показана В ближайшие там Месяцы Сегодня Высокопроизводительная Скоростная Готовится к демонстрации Но бизнес на струнных технологиях На городской Низкоскоростной То есть 150 км Час Юнибусы Юнибайки Юнитраки для скорости Юниконты Которые для контейнеров Это уже бизнес Который запускается Это уже реальность Так вот друзья Почему я говорю Что идеальный транспорт Сегодня существует Потому что он Лишен всех Недостатков Которые сегодня Существуют У транспорта У него идеальная Аэродинамика И в боевом листке Вы это увидите Леонид обязательно Представляю что Жуковский Который рассчитал Идеальную Аэродинамику Это 0,0,43 Для аэродинамики Крыла А Жуковский Является Отцом авиации Потому что Благодаря его расчетам Братья Райт построили Самолет с подъемной силой И подняли аппарат 19 декабря 1903 года Как раз День рождения авиации И все это сделано С расчетом Жуковского У него Идеальная форма 0,0,43 Юницкий Продувая Юнибус и Юнибайки В аэродинамической трубе Получил еще более лучшие Характеристики Чем идеальная форма Крыла У Жуковского Но Исходя из того Что сегодня Подвижной состав Он обладает рядом Ухудшение Аэродинамики Сегодня Декларируемое Юницким ЦИКС Это лобовое сопротивление Подвижного состава Это Где-то 0,0,6 0,0,5 Друзья Чтобы было понятно Это в 20 раз лучше Чем идеального Спортивного Автомобиля Или Самолета Аэродинамика И затраты Совсем другие И сегодня Уже идет Декларация Это будет Подтверждено Только на Уже испытаниях Где на 100 км На одного пассажира Будет Затрачено В топливном эквиваленте Не больше 100 грамм Топлива Соответственно В низкоскоростном режиме Это Юнибайк Юнибус Это речь идет О меньше 1 литра на 100 км Никто не может дать Такие энергетические Характеристики А второе Что трасса сама Скайвэя является И генерирующей Станции по выработке Электроэнергии На которой же она Потребляет Более того Она вырабатывает Больше электроэнергии Чем необходимо Для движения транспорта И пассажиров То можно сказать Что Скайвэй Это система Которая не ухудшает Экологию А улучшает экологию Таким образом При движении Сейчас Юнилеты Которые будут Продемонстрированы В сентябре 2018 года На Инотрансе Они уже Декларируются Под скорости 500 550 До 600 Км в час То есть это вплотную Подходит друзья К самолетам Но Это ноль Выброски Вредных веществ В атмосферу Это абсолютная Безопасность По сравнению С самолетом И энергетические затраты Превосходят Более чем На два порядка То есть 10 литров И 100 грамм То есть можете сравнить Вот характеристики Соответственно С точки зрения Безопасности Если уже переходить К автомобилю То Skyway Будет абсолютно Безопасным То есть Могут быть Какие-то Несчастные случаи Внутри Со здоровьем людей Но с точки зрения Техники Обеспечения Движения безопасности Skyway Будет абсолютно Безопасная система И с точки зрения Экологии Когда вдоль трассы Будет культивироваться С помощью Опять же технологии Инженерной школы Юницкого С помощью гумуса Соответственно Природа То мы создаем Не техногенную А экогенную Технологию Которая будет Улучшать Все параметры Окружающей среды При этом Давая нам Ту услугу Которая сегодня Необходима человеку И как мы уже говорили Что не снимая Своих тапочек Из своего кресла Тролли очень любят Это говорить У нас там юни сауны Юни Что у нас там было Юни джакузи Когда можно в своем кресле Перемещаться В любую точку земли Когда будет реализован Проект Транснет И построена сеть А со временем Когда мы говорили Что сегодня мы уже Задумываемся Юницкий уже начинает Проектировать Следующую сеть Поколение Это уже skyway То есть космическую Дорогу Когда в своем же Юнибайке В своей капсуле Вы можете со временем Перемещаться еще на орбиту Это пища для троллей Люблю так сказать На них смотреть Пожалуйста Развлекайтесь Это флаг вам в руки Так вот друзья Складывается вопрос О том что Если эта система Такая идеальная А идеальная она почему Здесь Кто слушал первые лекции Юницкого Про дорогу Он всегда начинает Это с одного С одной фразы В том числе Когда он выступал Перед Академией наук И Белоруссии И перед МИИТом То есть Московским Институтом Инженеров транспорта Он всегда начинал С одной фразы Представьте что Я про транспорт Ничего не знаю И мне надо переместить Груз или человека Из одной точки в другую И поэтому он начинает Раскладывать Теоретические установки Которые Идеализируют транспорт И он говорит Мы убираем Недостатки Железной дороги Недостатки Автомобиля Недостатки Авиации Все это соединяем В одну СУС систему Делаем И получается Друзья Skyway Эстакада Идеальная система Поэтому в этом плане Как в одном хорошем анекдоте Учитим отчасть Понимайте Чем Skyway Отличается от всех Других систем Поэтому здесь Можно четко сейчас Понимать Что с сегодняшней Технологическими Параметрами Skyway Это идеальная система И поэтому Ее можно сравнивать Только с такой же Технологической системой Которая будет реализована Почему нельзя Skyway сравнивать Сегодня с Hyperloop Потому что Skyway Это реализуемая Технология Которая уже имеет Практическое применение А Hyperloop Вот в Дубае Опять мы с Виктором Говорили Юницкий Там Hyperloop Будет опять представлен Стендом на Дубае Но друзья Как можно серьезно Относиться к технологии Которая показывает Фанерную трубу Показывает Макет Того кто сидят Макет Человечки Виртуальные очки И говорят Что ребята Вот это вакуум И здесь будет двигаться Подвижной состав Ну друзья Это глупо Но это знаете С чем можно сравнить Тоже У нас с Юницким Были очень Такие свои отношения С вице-президентом Российской академии наук Таким шарлатаном От науки Неким господином Велиховым Когда он Юницкого назвал Лженаукой А соответственно И запретил Ехать Технологии Skyway На выставку В Японию Это был по моему 2006 Или 2007 Год еще А сам при этом Повез На выставку В Японию Модель Takamaka Кто не знает Это Генерация электроэнергии В магнитном поле Термояд Соответственно В магнитном поле Так вот Он повез пластиковый Макет дома В котором горит лампочка И сказано Что там идет Термоядерная реакция Где-то 6000 градусов Температура И идет Расклад гелия Там Соответственно Компоненты Выработка электроэнергии Представляете Что сегодня на земле Управляемую Термоядерную реакцию Еще никто получить не мог А ящик Который Изображает И который Вице-президент Академия Российской Наук показывает Как научная Центра То есть это вот Такое же шарлатанство Как сегодня Последователи Илона Маска Показывают Макет фанерной трубы И говорят Что там будет вакуум Друзья Вы сделаете сначала вакуум Вы проведите сначала Все испытания Вы проведите сначала Все шуизование Которое сегодня есть А потом говорите Что вы создали технологию И На одном из вебинаров Прямо буквально Через наверное Один Это по просьбе Наших друзей Из арабского мира Они попросили Юницкого сделать анализ Именно Конкретной Трассы Скайуэя Это Дубай Абудаби И сравнением С Хайперлупом Он с инженерной точки зрения Разложил И Я вам с удовольствием Все эти выкладки Покажу И я могу сказать Что вывод такой Что и по безопасности И по скорости Несмотря на то Что там декларируют Скорость 1200 км в час А у SkyWay Юницкого не более 500 км в час Скорость Перемещения Из Дубая В Абудаби Будет на SkyWay И выше Но это мы с вами друзья Обязательно еще на цифрах И на расчетах С вами увидим Так вот Сегодня Вопрос о том Что сравнивать Теоретическую Разработку С практической Реализацией Технологии Невозможно Поэтому SkyWay Сегодня можно будет Сравнивать Только с работающими Прототипами Других вариантов Но Исходя из того Что Я уже сказал Что Юницкий подходил К проектированию Технологии SkyWay Как идеальной Транспортной системы Создать более идеальную Ну наверное Практически невозможно Можно оптимизировать Чем сегодня Занимается Юницкий То есть Были стальные струны Стальная головка Рельс колеса Сегодня Уже переходит На углепластик Углеволокно И совсем другие Характеристики Совсем другие Габаритные И прочностные Сегодня Уже показатели И это подходит К тому что Юницкий уже говорит Что одним Пролетом гибкой трассы Можно проходить Уже до 7 км При этом толщина И вся путевая структура Будет Чуть толще Телефона Айфон Вот Поэтому Это уже Совершенствование И оптимизация Но То что Более оптимальной И совершенной системы Которая сегодня Позволяет сделать техника Реализовать Практически невозможно И поэтому Когда вам говорят Чем SkyWay Отличается От Монорельса Или от Поезда На Магнитном Подвесе То Отвечать Это не идеальная система Она для того Чтобы двигаться Требует Энергию И загрязняет Окружающую среду А SkyWay Это идеальная Транспортная система Которая перемещается Не требует Внешней энергии То есть Это не вечный двигатель Друзья Только глупости не говорите А это система В общем То есть Трасса SkyWay Она сама является И производителем электроэнергии То есть Вы видели Это и ветровая энергия И солнечная энергия И тепловая Ну в общем там целый ряд Направлений Которые сегодня идут По преобразованию Одного вида Энергии в другой Вот так вот Этот преобразователь Достаточно для того Чтобы и Сопотреблять энергию Для движения И давать Вовне Поэтому такой вопрос Вы можете себе представить Сапсан Скоростной поезд Который не потребляет Электроэнергию И не загрязняет Окружающую среду А наоборот Улучшает экологию Вокруг И еще выделяет Электроэнергию Таких систем Не существует И вот вам ответ Чем SkyWay Отличается От других систем Я специально На этом сегодня Друзья Заострил внимание Потому что когда Казалось бы Корифеи SkyWay Задают такие вопросы То наверное Пришло время На это говорить И именно Говорить в том Ключе Что друзья Мы это создали Мы Это показываем У нас сегодня Наш Экотехнопарк Работает уже Как туристический Полигон То есть туда Туда просится Огромное количество Зевак и туристов Уже идет Жесткое отсечение Потому что Сейчас Привозит Всех желающих Которые Высказывают Желание Приезжать и посмотреть То во-первых Юницкий и все Сотрудники КБ Только бы занимались Что кому-то что-то показывали Поэтому друзья Туда идет сейчас Очень жесткое ограничение По тому Кто туда приедет Вот мы для наших Партнеров Скайвей Капитала Сделали определенные Условия Кто их выполняет То мы будем регулярно Приглашать И Проводить встречи В экотехнопарке На производстве Инвесторы Мы их также сейчас Очень жестко ставим Критерии По каким Можно заявиться И претендовать На то что вы приедете И вас будет там кто-то Встречать В экотехнопарке Ну и второй вопрос Очень важный Это друзья Давайте уже готовиться К Экофесту Где мы с вами Увидим И новую Разновидность Супер легкой Системы Юнибайка Юнибуса И грузовые модули И как минимум 5 разновидностей Подвижного состава Пассажирских И Нашего уже Любимого Дрона Который будет В автоматическом Режиме строить Удаленные Опоры в горах И в болотах Это те проекты Которые сегодня Развиваются Ну и друзья Я могу сказать Еще добавив Наверное Алексей На следующем Вебинаре Более подробно Об этом скажет Что мы С точки зрения И блокчейна И всей Технологии Оцифровки Реальных производств Покажем Уникальную вещь Когда Параллельно Работе Подвижного состава Идет генерация Идет работа Уже в сфере Блокчейн И реально показывается Экономика Это также будет Уникальная вещь Это взрыв С точки зрения Экономики Конкретных Токенов Конкретных блокчейн Поэтому очень много Будет чего Интересного Поэтому Мы рекомендуем Всем кто в нашем Проекте Кого приглашают И для себя Определить Что участие В такого рода Мероприятия Это крайне Будет интересно И желательно И тем более Что это будет Очередной Переломный этап Во всем проекте Который будет Двигаться Дальше И я могу сказать Что после Экофеста Буквально там Меньше чем Через месяц Будет уже Инотранс В Берлине А инотранс Друзья Это будет взрыв В сфере транспорта И здесь без преувеличения Могу сказать Что SkyWay Будет изюминкой Соответственно Всего инотранса И SkyWay Если мы говорили 2018 год Это год становления SkyWay То 2019 год Это просто Будет объявлен Годом SkyWay Потому что Мы будем с вами Уже запускать И реализовывать Я сейчас Не берусь сказать Какое количество Проектов Но то что это будут Не десятки И даже не сотни Это друзья Абсолютно Точно Вот Поэтому Друзья Давайте я за вопросами Не следил Потому что у меня была Определенная цель Задача сегодня Довести так Струны Пока на стадии Экспериментального полигона Действующих дорог Стадии эксплуатации нет Ну Михаил Тут эти все Знаете все скептики Которые Сначала нам говорили Что мы не соберем КБ Потом не построим Опытный час Сейчас говорят Что мы что-то не сделаем То Сейчас говорят А когда у вас будет То есть опять же Что значит нет в стадии У нас четыре трассы Эксплуатируются В экотехнопарке Четыре Мало? Ну сейчас готовится еще одна Будет пятая трасса Да Нет скоростной системы Она сегодня Спроектирована И построена Первый километр И сейчас Когда закончится Оплот земли Начнется строиться Двадцать пять километров Скоростной модуль Будет показан И на трансе В Берлине Что еще надо? Что еще не сделано? Поэтому друзья Вот такого рода скептики Они будут постоянно А этого у вас нет А потом этого нет А потом этого нет Так вот друзья Я могу сказать Те кто за нами следит С четырнадцатого года Друзья В четырнадцатом году Мы собрались С Юницким Там еще ряд людей У нас было пять-шесть человек Когда мы начали вести Первые вебинары Мы сказали Друзья Мы это сделаем И сегодня мы это сделали И сегодня Когда стоит вопрос А почему там вот у вас В меморандуме сказано То этапы Чуть сдвинули Ну во первых друзья Меморандум Это рамочное определение То есть это вектор Который идет Я могу сказать Мы не на шаг не отошли Более того Сделали намного больше Чем предполагали В тринадцатом году А то что скоростная система Друзья Сегодня Только начинается Сейчас уже Окончательное принятие решения По земле То это не наша проблема Это проблема Которая Нашего взаимоотношения С властями С бизнесом Который Проводит Определенные согласования Или мешает Определенным Согласованиям Поэтому здесь друзья С точки зрения анализа Сделано намного больше Какое решение Принято по Краснодару После вашего общения С администрацией Города Край Так Не было еще никакого Не то что я Я каюсь Как бы тут то что У меня Ребята с Красноярска Просили связаться С вице губернатором По Краснодару Я честно могу сказать Что несколько Оставили это На такой план Что мы к этому Разговору вернемся После возвращения Из Дубая С выставки из Дубая Мы с Алексеем Вернемся Где-то числа Одиннадцатого Двенадцатого Или тринадцатого Апреля С Дубая Там где будет Проходить выставка У нас там будут Переговоры Как раз все что связано Уже с запуском Именно по проекту Блокчейн Вот для Скайвэя Поэтому После этого мы вернемся Потому что надо Обсуждать конкретные Вещи Поэтому надеюсь Что Вопросы Будут Так Льготных билетов Откроется с 31 марта И всего на несколько дней Примерно Пожалуйста Июль или август Начало середины Или конец месяца Так Я сказал уже Что Экофест будет август Скорее всего Вторая неделя августа Это определится Как уже сказали До первого мая Это будет объявлено Вот То есть как минимум За 90 дней Чтобы было Точнее было больше 90 дней До Экофеста И Дата Будет связана Только с Техническими Параметрами Когда Весь подвижной состав Можно будет собрать В Экофесте С разных выставок Потому что Сегодня Одновременно Идет участие В различных выставках По всему миру Где надо демонстрировать Подвижной состав Ну и соответственно Для того чтобы На Экофесте Было представлено Максимальное количество Образцов Вот как раз Все это будет собрано И пока речь идет О начале августа То есть скорее всего Это первая или вторая неделя августа Так Экспериментальный Атрат не перевозят Пассажиров По маршрутам Да не перевозят Это точно Так Могли бы вы дать немного более Развернутое пояснение По партнерским соглашениям По партнерским соглашениям В частности В частности Насчет Ревссылок Как Когда поедут Не понял вопрос На Экофесте 48 местный Когда его начнут испытывать И что мешает Начать испытание Ничего не мешает Он В полной проработке Ходовая часть Насколько я знаю Уже испытана И Когда придет время Это самое ближайшее время 48 местный юнибус Будет показан Более того Опять же Исходя из приоритетов И задач Параллельно с этим 48 местным Юнибусом Вы заметили Что он был показан На Экофесте А Юникар Который Уже тоже У нас был показан В 18 местном Варианте А может он быть До 48 Он был изготовлен И показан На выставе транспорта России Именно для легкой системы Потому что он С точки зрения построения Уже практического бизнеса Оказался более Востребованным Больше Более Необходимым Поэтому На нем Было Сосредоточено Больше внимания Но тем не менее Берельсовый Юникар Насколько я знаю Вот из последней Информации Что он Готовится к ходовому Испытанию Из Красноярск Содействия Проекту Так Ну это Сам Наши друзья То есть видите Спешитесь По По Чату Из Красноярска Свои координаты Спартак Там Филип Дайте Свои координаты Чтобы Получается Что весь подвижной состав Только в единственном экземпляре На сегодняшний момент Да Потому что Нет пока возможностей Дублировать И развивать производство Потому что Все производственные мощности Экспериментальные Они сейчас заняты И самое главное Что Каждый Подвижной состав Создается под определенную задачу Поэтому На сегодняшний момент Подвижной состав По моему Там уже Unicar По моему И Unibus Кажется Во втором экземпляре Сейчас вот Закладываются Но Пока они все Да В единственном экземпляре Потому что Пока такой возможности нет Это то что Алекс задает вопрос Так Спартак Дай свои координаты По Красноярску Чтобы там связались С кем Можно Ну вот друзья По тем вопросам Которые На сегодняшний момент Стоят Мы Все Все постарались Их как бы там Собрать Собрать и учесть Вот Давайте друзья По смене дисконтов Относиться Все таки Более так Собрано С точки зрения Что не надейтесь Или не откладывайте На последнее Что На последние даты Что буду все делать В последний момент Это неправильно Потому что Все таки Сейчас решение Принято Довольно Ну это Правильный подход По сути Что Смена дисконта Объявляется Ну почти за месяц Более чем За три недели Соответственно В определенный час Она должна Она должна быть Реализована И закрыта Поэтому Потому что Это большая Скажем так Работа Большая ответственность И вы видели Отчет за устроенные технологии За десятый этап Что проделан Что проделан И продемонстрировано Это все таки Очень и очень Такая серьезная И значимая работа Вот Ну что друзья Давайте Тогда Двигаться дальше Со следующей недели Мы уже начнем Вести еще Ну не со следующей недели То есть с выходом с сайта Мы начнем уже Комментировать И показывать ту информацию Которая связана Именно с токенизацией Скайвэя И запуском блокчейн Платформы Вот Мы готовим сейчас Обучение Именно Сначала Естественно Что надо потренироваться На кошечках Для обучения Этими кошечками В данном случае Это будут директора Скайвэй капитала То есть мы проведем Обучение Как работать Именно с инструментами Платформы Потом Будем проводить Уже с региональными Лидерами И с Лидерами регионов С топ экспертами Потом уже будем Выводить это На более такую Массовую Ну и Основная задача Конечно Это обучать Людей уже По подготовке И по продвижению И по запуску Адресных проектов Это основная цель Платформы Это запуск Адресных проектов И обеспечение Уже их И сопровождение И привлечение Инвесторов Инвестиций Для того чтобы Строились И реализовывались Адресные проекты Соответственно Как вы понимаете Это мы работаем Несколько на перспективу Это не связано С закрытием Корневой технологии Корневого входа Это Несколько Другие задачи Хотя Как я уже говорил Друзья Вопрос по скоростной системе Не исключено Что она будет Выделена В отдельный проект Будут выделены Запущены Отдельные Такие структурные Токены И привязанные К акциям И как раз будет Совместный пакет Но Друзья могу сказать Что это пока еще На уровне проработки Вот То есть мы пока не знаем Будет это Востребовано Или необходимо Или нет И как это реализовать Соответственно На практике Это тоже вот сейчас Большой большой вопрос Почему нет Вебинаров Мирошниченко Ну я не могу сказать Я знаю что Григорий Михайлович Регулярно ведет Встречи В Челябинске Оффлайн И Регулярно ведет Гузель С Виктором Соответственно Вебинары По Григорию Михайловичу Сейчас пока Не могу сказать Были определенные Разногласия По поводу Доведения информации Но сейчас По моему Я во всяком случае Надеюсь Что Григорий Михайлович В ближайшее время Во всяком случае Для своей структуры Для своей аудитории Будет вести Вебинары И встречи Обязательно Потому что То что он говорит Всегда очень мотивирует Всегда очень интересно И соответственно Побуждает Людей И Работать самим И привлекать еще Других Других Партнеров Это мое личное отношение К тому что Делает Григорий Михайлович Так Что Можно будет делать С токенами Базового актива Юрий Следите за Сайтами За обучением Все узнаете Как мы уже говорили Здесь Есть тема Скайвей И развитие Технологии Скайвей Блокчейн Это один из инструментов Который будем говорить Который По которому Будем обучать Ну что друзья Так Андрей Еще какие-нибудь Более такие интересные вопросы Есть Как там у нас По троллям По сегодня Что-то даже без них Стало как-то Скучновато Либо тролли Выдохлись Либо Тема у них Для разговоров Нет Так Как насчет Серийного производства Для первых адресных Проектов Ну а друзья По серийному производству Здесь я Сразу вас отсылаю К первой источнику К интервью Анатолю Давчу Юницкого Который он дал Перед Завершением этапа Как раз Он как раз Сказал о том Что производство Готово Две производственные площадки Уже оборудуются И запускаются Сейчас готовятся Еще По мере Заказов Поэтому Соответственно Как будут Потребности И запросы На производственные площадки Все это прорабатывается И делается Тролли наверное Побежали инвестировать Ну наверное Друзья Наверное Вот поэтому Да Еще сразу могу Предупредить Друзья Что у нас Есть очень такая информация Что готовится Очень Очень серьезный Всплеск Такой выплеск Негативной информации По Скайуэю Лично по Юницкому Вот Скорее всего Не оставят В покое И основных Членов команды Вот И Надежду Геннадьевну И на меня тут Поэтому Друзья Соотноситесь к этому С определенной Формой юмора С определенной формой Так сказать Уже профессионализма И оценки Потому что По мере развития По мере Нашего успеха Желающих Вылить грязи Будет все Больше и больше Поэтому Я сейчас даже Это не комментирую Просто Это нельзя Сказать Потому что каждый раз Когда такая вещь происходит Меня сразу Начинают закидывать Как вы к этому относитесь Что происходит Друзья Относимся точно так же Как и Какой Год И два И три назад Так Из карбона Только на экофесте Покажу Да А где вы еще хотите увидеть Она как раз Ну тут во первых Не из карбона Карбон никто не произносил Мы говорили что Углеволокно Карбон это тоже Конечно Вот соответственно Карбон это тоже Углеволокно Тут просто Настолько интересный Комментарий По Этому саму Пиескопу Друзья Что я даже Так сказать Это даже забавно Молодцы Наблюдательные Так сказать Все это Вот Это как и к прошлому экофесту Друзья Многое То что мы увидим с вами На экофесте Не показывается Не потому что Есть какой-то секрет Или Скажем там Не хочется показать А просто По дереву цели То есть задачи Которые распараллельны Которые сойдутся в одно время В одном месте Они будут замкнуты Именно на экофест Поэтому Многие То что вы увидите Будет именно И планируется И показано Только Только на Экофесте Поэтому Здесь не Какое-то Так сказать Это Тут Да-да-да Ну тут Ох интересно В перископе Вот А разница знаете в чем Я в перископе могу сказать Почему в перископе идет Обсуждение Потому что Камеру Которая идет в комнате Она более узко схватывает А я настраивался По камере На комнату Поэтому Тут просто Народ обсуждает Что у меня в кабинете За спиной находится Вот они увидели Так сказать Подушку На которой я сплю Потому что я В своем кабинете прямо сплю Вот И поэтому увидели подушку Вам то ее не видно А этим Кто в перископе Подушку увидел Ну и пишут мне так сказать Что Че постель не убрал А я честно говоря не заметил Что Подушку видно В камеру Поэтому Ну что делать Могу сказать Да Спим на своем рабочем месте Соответственно Подушку В следующий раз Уберу Уберу Это Задают в перископе вопрос Вы сейчас в персональном Юнибусе Могу представить Что да Но к сожалению Пока Но к сожалению Пока нет Но недалек тот час Когда друзья Будем вести И встречаться с вами Уже Непосредственно И В Юнибайке В движении Так Друзья Еще я вас в прошлый раз Ввел в заблуждение Значит Первая Конференция Онлайн Скайвэя была 29 ноября Субботу Комплекс Университетский Это патриархии Московской Патриархии Соответственно Это была первая Оффлайн Конференция Поэтому завтра У нас юбилей Четырехлетний Проведение Первой Конференции На которой я познакомился С Алексеем Суходоевым Я первый раз увидел До этого общался только по скайпу С Андреем Хавратовым Я увидел Армонда Игоря Хальзова Ну если кого-то забыл То Виталия Скалебока Олега Владимира Константина Константинова Из Владивостока Очень-очень Многих Вот с кем Уже все эти годы Работаем И идем Очень, так сказать, плотно Вот завтра Первая Такая конференция Которую мы провели И в нашем Боевом леске Это, Леонид, обязательно Вставь Вставим Видеоотчет Не видео, фотоотчет В фотографии С этой первой конференции Если кто-то Себя там увидит То будет Будет очень 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 интересно Так, Сашенька тут пишет Четыре года А ВОЗ и ныне там Ой, друзья Как я Не то что люблю Когда мне пишут Что я наблюдаю За четыре года И у вас за четыре года Ничего не Не изменилось Я всегда говорю Либо вы идиот Потому что Смотреть и не видеть нельзя Либо вы куда-то Другое смотрите Потому что ну трудно Человеку сказать Что ты идиот Просто люди смотрят Куда-то в другое место И если они в это другое место Смотрят четыре года И видят одно и то же Ну тоже наверное Проблема у этих людей Вот Поэтому Здесь что я могу сказать Что Сашенька Ну это очередной Какой-то такой деятель Который видит То есть Когда я вам Привожу пример Что полгода назад Мы с Юницким Говорили об Дроне Который Который мог бы Использоваться для строительства В труднодоступных Горных местах И болотистых И когда Юницкий заявляет Что этот дрон Сегодня уже Переходит в стадию Испытаний Но если друзья у кого-то Ничего не происходит Ну что я вам могу На это сказать Ну не значит не происходит И то что Буквально там Меньше полугода назад Юницкий встретился С ребятами Которые разрабатывают Углеволокно Соответственно С применением В различных А сегодня уже Строится друзья Не проектируется Нет А строится И говорим что Планируется На Экофесте уже показать Трассу С углеволокном Тоже друзья Что если не происходит Ну и соответственно Что мы уже Участвовали В двух инотрансах Друзья Участвуют только Компании Которые могут Представить инновации В сфере транспорта И в прошлом Инотрансе Был показан Юнибайк и Юнибус Который сегодня Сортифицирован А в этом инотрансе Будет показана Машина Со скоростью До 600 км в час С расходами Топлива в районе 100 грамм На одного пассажира На 100 км Если вы хотите сказать Что ничего не происходит Куда вы смотрите Ребята Если вы туда смотрите И там вот это все И нарисовано Ну может вы Картинку поменяете Вот Я думаю что есть Планируется ли развитие Бизнеса на дронах Нет Сразу могу сказать Что никакого бизнеса На дронах Не планируется В том плане Что все производство дронов Которое будет налажено Оно будет потребляться Скайвэем Потому что Дроны Это составная часть Технологии строительства Это автоматизированный комплекс Который может Выносить И собирать опоры На 3-5 км В труднодоступных местностях Где построить Технологическую дорогу Дороже Чем собственно Дорогу Скайвэй Поэтому дрон Это технологический Робот Который встроен В систему управления Сразу могу сказать Что дрон Будет работать На блокчейне Будет работать С использованием технологии блокчейн И соответственно Вся его экономика Будет уже оцифрована И токенизирована Это для тех Кто Что-то в этом понимает И для кого это Что-то из себя Углеволокно Будет дешевле Железа в разы Но тут сказать Да друзья Тут углеволокно Оно может быть С точки зрения Удельного веса Оно может и дороже Чем металл Но его в разы Надо меньше И оно в разы Технологичнее Поэтому это действительно Но опять же друзья Это пока научная разработка Это нельзя сказать Что это промышленное применение Это экспериментальная Отработка Новые технологии Для чего друзья Как раз Эко технопарк и нужен И почему мы говорили Что эко технопарк Построен на ближайшие 100 лет Потому что там постоянно Будут отрабатываться Новые узлы Агрегаты Компоненты Материалы Которые потом Будут уже переноситься На массовое Серийное производство Ну все друзья На этом Я с вами прощаюсь На сегодня Строй Skyway Спасать планету Это наша задача Для того чтобы Меньше было горя Меньше было смертей Меньше было проблем Вообще на этой земле Для этого друзья Мы и работаем И реализуем те технологии Которые есть Поэтому Спасать планету Это наша работа Вот мы объединяем мир Это мы с вами Тоже говорили А на следующей На следующей Неделе Алексей вам покажет Еще один наш Очень важный Сленг Это сленг Платформы Но я Оставляю Это право Показать ему Именно тогда Когда он Будет еще Покажет вам сайт Уже непосредственно Токенизированной Платформы Которая работает В рамках проекта Skyway На оцифровку Именно будущих Адресных Проектов Все друзья На этом Я с вами прощаюсь До новых встреч И не забывайте Что 12 апреля 23.59 Приближается Неумолимо И таких условий Не будет больше никогда Все друзья До новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok